Суд в Москве арестовал экс-руководителя нескольких подведомственных российскому Минобороны компании Антона Филатова. Отправили Филатова за решетку по ходатайству следкома, обвиняют в крупной растрате. О какой сумме идет речь пока не говорят. До 2019 года Антон Филатов работал в компании Оборонлогистика, одним из кураторов, который был недавно арестованный замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. В 2013, когда этот чиновник возглавил компанию Оборонстрой, руководить подведомственные Минобороны предприятия пришел и Филатов. Кроме Оборонстроя он работал еще в двух фирмах. Филатов уже третий, если не считать самого Тимура Иванова, арестованный по делу зама Шейгу. Сразу после чиновника суд отправил за решетку предпринимателя Сергея Бородина, которого СМИ называют доверенным лицом и кошельком Иванова. Затем суд арестовал и Александров имена. Он якобы оказал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера. Самого замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали 24 апреля. Следствие считает, что Иванов покровительствовал ряду фирм в получении выгодных госконтрактов от Минобороны. А те взамен бесплатно занимались недвижимостью Иванова, строили ее и реставрировали. На эту тему говорим с Геннадием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Он присоединяется к нашему эфиру. Геннадий, рады приветствовать вас. Да, взаимно. Добрый день. Прежде я хочу привести некие цифры. Известно, что Тимур Иванов в 2019 году вошел в рейтинг богатейших силовиков России по версии Forbes. Годовой доход зама Шайгу составлял почти 137 миллионов рублей при реальном заработке около 14 миллионов. Летом 2022 года Фридом опубликовал расследование по Тимуру Иванову. Мы подсчитали в том числе и то, сколько главный строитель Минобороны Росфедерации потратил на отдых в выходные. Оказалось столько, сколько средний статистический житель Алтайского края зарабатывает примерно за 13 лет. Почему именно Алтайский край, именно там Тимур Иванов отдыхал в начале июля 2022 года? Давайте услышим фрагмент. Судя по документам, 3 июля замминистра обороны должен был заселиться в жемчужину Алтайского края с не очень патриотичным названием Алтай-Вилледж. В соответствии со счетом только лишь одно проживание завтраком замминистру обороны России из компании обошлось в 5 миллионов 250 тысяч рублей. Я напомню, по данным Росстата средний заработок по России в месяц составил в апреле 2022 года 62 тысячи с лишним рублей. Но важно понимать, что это в принципе средняя температура по палате. Ведь если в Москве соответствующий доход за месяц составляет 100-110 тысяч рублей, то житель Алтайского края, где отдыхал Иванов, получил чуть больше 32 тысяч рублей. По нашим подсчетам, обычный житель региона должен 13 лет корячиться, не тратить ни рубля из заработанного для того, чтобы обеспечить себе и своей компании подобный шикарный отдых на курорте премиум-класса. Что естественно невозможно, если вы не замминистра обороны России. И обратите внимание, судя по счету, 5 с лишним миллионов рублей это лишь цена проживания завтраком. Итак, Геннадий, давайте разберем всякие разные версии. Ну вот первое, да, такие показательные выступления Кремля, такая самоочистка правительства от взяточников и воров. Как вы думаете, прилетит ли шефу Шойгу во время майской ротации правительства? Ну, если вы полагаете, что в России началась борьба с коррупцией, то это глубочайшее заблуждение. Я же специально назвал это, да, показательными выступлениями. Да, в России коррупция является духовной скрепой, главной всей власти, целью, смыслом и несущей основой всей конструкции. Поэтому, как говорится, не привыкать должностным лицам к коррупции. Они ее породили, они ею пользуются. И они для этого и живут. Поэтому в России борьба с коррупцией всегда используется для борьбы кланов, для борьбы за кормушки, для финансовые потоки, за, так сказать, и так далее и тому подобное. Поэтому с самого начала это удар не по Иванову. Там можно было брать любого, практически любого, почти любого. И нашли бы практически то же самое. Ну, просто Иванов был в значительной степени скомпрометировал предыдущими коррупционными расследованиями. Там искать-то нечего было, особенно, как говорится. Все уже было в готовом виде. Поэтому взяли Иванова и начали раскручивать это дело с тем, чтобы... Ну, помните, как по Сердюкову, да? Сердюков же потерял свою должность. Почему он потерял? Потому что взяли всех его этих девушек, заместителей, любовниц и всех прочих. И таким образом ему пришлось уйти, покинуть этот пост. Что-то похожее сейчас делается повторение, как говорится, пройденного. Прошло с Сердюковым, почему не может пройти с Шойгу. Вот, собственно говоря, смысл, цель всей этой блестящей антикоррупционной операции. Снять одного министра, который чем-то не угодил, или выпал из обоймы, или что-то еще, или изменился баланс сил, и поставить того, кто будет делать то же самое, только просто с другими людьми. Так что ничего там в здании не поменяется. Как говорится, один шурупчик заменен другим шурупчиком, и все будет стоять в целости и сохранности. Давайте другие версии рассмотрим и поговорим о том, о чем говорят многие политологи, что арест Тимура Иванова может ударить по самому министру обороны. Сергей Шойгу даже рискует потерять свой пост. Так я имел в виду, может быть, вы меня не поняли. Не-не-не. Я именно говорю, что это удар по Шойгу, не по Иванову. Совершенно верно. Я просто, опять же, мы повторяемся, потому что цитируем политологов. Так считает, да, можем объяснить, да, это эксперты, опрошенные телеграм-каналом, можем объяснить. Так вот, в частности, политолог Иван Преображенский. Это некий посыл военный, мол, их жалобы услышаны накануне наступления. Ну и роль могли сыграть и предстоящие перестановки в правительстве, и желание ослабить кланы Шойгу и, возможно, Ковальчуков. Так вот, по мнению политолога Аббаса Галямова, за атакой на министра обороны может стоять секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Ему, вероятно, удалось убедить Путина в том, что главу Минобороны нужно менять. Возможно, аресты других людей из той же команды Шойгу. Вот как вам такая версия, как вам, что за всей этой кухней стоит все-таки Патрушев? Я вам больше скажу, что за всей этой кухней стоит Путин. Потому что без его разрешения, без его команды, без его благословления ни одна бы, как говорится, там пылинка не упала бы с погона Тимура Иванова. Кто согласовал этот вопрос? Ну, скорее всего, Патрушев. Кто может командовать Следственным комитетом? Кто может командовать прокуратурой? Кто может отдавать приказы военной контрразведке? Это есть один человек, у него фамилия. Но есть Бортников, который, в общем-то, по большому счету, очень тесно, близко связан с Патрушевым. И похоже, что там первую скрипку играет все-таки Патрушев, а не Бортников. Но есть ФСБ, под которым, так сказать, находятся под контролем практически все структуры, связанные с безопасностью, охраной, расследованием, надзором. Все это курирует ФСБ, и понятно, что без них и без отмашки Путина ничего бы не было. Как вам еще такая версия, что из Шойгу могут сделать мальчика для битья, вот придет западная помощь Украине и посыплется наступление. Но в любом случае провал этого наступления могут списать на министра обороны, ну и, так сказать, заменить. Ну, так к этому, скорее всего, и идет. Вряд ли тут эти провалы, и мы сыграли роль. Я думаю, что сыграли роль большие деньги, которые выделяются армии промышленному оборонному комплексу, тем заказам, которые сейчас в огромных, так сказать, цифрах, многосотмиллиардных рублей крутятся вокруг. Ну, я имею в виду, что там любой заказ, мне много миллиардов. Поэтому я думаю, что это основная причина. Война, война. Это, как говорится, коррупция по расписанию, грабеж по расписанию. Вот поэтому, да, понятно, что так оно и будет, что Шойгу снимут, вряд ли из него сделают мальчика для битья, вряд ли. Но я думаю, что это будет какая-то месть Путина за Пригожина. Так, давайте по-честному. Потому что там Путин не прощает такие скандалы. И сначала он разобрался с Пригожиным, но этот скандал отразился на самом министре и вообще всем Министерстве обороны. И поэтому я думаю, что когда Патрушев или кто-то там, Бортников, ходил и согласовал к Путину какие-то действия, это получило как раз какую-то эмоциональную окраску и поддержку, на мой взгляд. Потому что Путин не любит, когда вот эти скандалы происходят, когда вот открытое обвинение. Вот поэтому он, расправившись с Пригожиным, который слишком много на себе взял, затаил, я думаю, что там как бы, так сказать, мысль какую-то определенную и в отношении Шойгу и Герасимова. Мы не знаем насчет Герасимова, сумеют ли они найти ему замену, заменить и так далее. Но сейчас Шойгу, видимо, его время может быть и пришло. Потому что Путин давно, еще в самом начале своей карьеры, хотел поменять Шойгу, удалить его из правительства. Но тот сумел найти ключик, сумел войти в доверие к президенту. И тогдашнему, вот сейчас мы президента Путина, Путина президентом не называем. И таким образом остался, по-моему, практически один из этой обоймы сейчас, из старой обоймы министров, который вообще был министром еще до Путина. То есть пребывание Шойгу во власти гораздо больше по времени, чем пребывание во власти самого Путина. Интересная версия с Пригожиным. И все мы помним эти хлеб-соль, как люди его встречали как героя. Но вот интересно, почему вы считаете, что есть некая, да, как это называется, когда, отдача, да, от бунта Пригожина, и что из-за этого может прилететь Шойгу. Ведь, как известно, они совсем не друзья были, по крайней мере, в публичной плоскости. Я думаю, что Путин считает Шойгу в том числе тоже виноватым во всем, что произошло. Человек, который там со страшной силой лоббировал, давил на то, чтобы там с Пригожиным разобрались. Путин видит, что это не самое, так сказать, удачное действие. Наверняка ему было крайне неприятно принимать всякие решения, в том числе об отстранении Пригожина, в том числе о его ликвидации. Наверное, какая-то эмоция осталась. Но это мое предположение. Мы с вами рассуждаем исключительно на догадках, признаках, предположениях и так далее. Я думаю, что может быть... У Путина вообще очень много эмоций. У него очень много эмоциональных моментов, поэтому с них точно совершенно нельзя списывать со счетов. Вы упомянули ФСБ. Ну, как-то так уже совпало, да, диагноз Кадырову, как общий диагноз режиму Кремля. Вот, как известно, ФСБ, главный враг клана Кадырова. Как эти два момента, которые вот Кадыров и Шойгу, как эти два момента могут соотноситься? Сейчас они как бы совпали во времени, а как это может произойти, ну, вот в дальнейшем, да? Судя по всему, Москва уже неким образом готовится к смерти. Ну, мы с вами, опять-таки, предполагаем, что Москва готовится к смене власти, не власти, а верхушки власти в Чечне. Там проблема, я об этом говорю уже не первый раз, проблема только одна. Там не только Кадыров управляет, там управляет большой клан, большой тейп Кадыровых. И понятно, что там помимо детей, родственников, племянников, там есть еще много-много-много других людей. И эти тейпы, как правило, приходя к власти или находясь рядом с властью, они либо, как бы, столбят вот своими людьми систему власти, либо даже покупают места. Ну, то есть коррупцию никто не отменял. Место там прокурора стоит там полмиллиона или миллион. Естественно, не рублей. Вот. И поэтому там кланы могут... И когда только вот там что-то происходит смена, там происходит смена не руководителя, а происходит смена тейпов кланов. И это может вызвать достаточно серьезную турбулентность. Вот. Поэтому вот такая ситуация, она, ну, в общем-то, заставляет, так сказать, задуматься. В принципе, мы с вами не знаем. Да, я думаю, что диагноз, который поставили и опубликовали в новой газете, наверное, он и есть, но мы же не знаем, там, в каком состоянии здоровья, духа, так сказать, пребывает Кадыров. Поэтому мы предполагаем, что ищут ему замену. Нужно искать не только ему замену, а искать замену всему тейпу и клану. И как-то договариваться, чтобы там это не привело к каким-то кровавым между собойчикам. Там это может быть. Там каждый клан имеет свои вооруженные отряды, каких-то боевичков, каких-то там отмороженных людей, которые там обеспечивают силовое сопровождение этого клана. Вот, чтобы там, наверное, центр будет думать, что надо как-то сделать так, чтобы там друг друга не вцепились в глотки и не поубивали друг друга, раньше, чем Кремль примет решение о том, как же управлять ищем. Политолог Тарас Березовец считает, что Москва платила в течение многих десятилетий дань Кадырову, в среднем, называя такую цифру, от двух до четырех миллиардов долларов ежегодно. Кадыров уже создал из Грозного северокавказский Дубай, понастроил все, что можно. Вот как вы считаете, кто вот эта дань, возможно, кому-то не дает покоя? Кто вот в ближайшем окружении Путина может претендовать на такую богатую дань и желать смещения клана Кадырова? Ну, только другие кланы в Течне, потому что все равно деньги в Течню пойдут, они будут просто другими людьми перераспределяться. То есть совершенно понятно, что Течня, с точки зрения современной финансовой российской политики, она абсолютно не платежеспособна, с точки зрения самой. Я там сейчас не говорю, справедливо или несправедливо распределяется финансовое, так сказать, одеяло, финансовые все эти поборы, конечно, несправедливо, но тем не менее, в сегодняшнем данном, в сегодняшнем правилам Течня это глубоко датируемая территория, там ее бюджет датируется из федерального центра, который можно считать там как-то данью, не данью, но там почти на 90%, то есть у них своих денег нет. Поэтому идут огромные деньги из центра, понятно, что они не доходят до народа в своей массе, они оседают в чьих-то там карманных, в чьих-то там батальонах, в чьих-то там силовых структурах, чопах и так далее и тому подобное. Они оседают в каких-то своих собственных предприятиях, но эти деньги платятся, эти деньги являются стабилизирующим фактором в Чечне и на части Кавказа. Их платят за то, чтобы там было спокойно, чтобы там не было войн, разборок и прочего, прочего, прочего. Это давнишняя тенденция, просто Путин ее по большому счету, так сказать, сделал еще более, так сказать, открытой. Ну, не открытой, может быть. То есть появилась более точная информация, как, что, чего, и масштабы возросли. Ну, можно считать это данью, можно считать как угодно. Конечно, с точки зрения сегодняшней ситуации, Чечня из себя представляет культ личности, территория с культ личности Кадырова, которая добавляет только, может быть, военно-силовой компонент. Но им доставляет огромную головную боль всем силовикам, в том числе, потому что Кадыров не только там на территории Чечни что-то делает, но постоянно вмешивается во все бизнес-разборки, в бизнес-дела в Москве, в Санкт-Петербурге, в средней полосе России. И этим самым он уже заслужил лютую ненависть, там, огромного числа силовиков. Если я и скажу это слово, надоел, да, и власть Чечни... Давайте скажем еще более изящные слова, обрыдал уже. Так вот, я говорю, вот и в этом отношении, если власть сейчас перейдет к клану более контролируемой той же Федеральной службы безопасности, ну, по крайней мере, в этом плане меньше придется дань платить, больше будет подконтролен, как бы, регион, как вы считаете? Может быть, а может и нет. Мы же не знаем, кто пройдет, с какими амбициями, с какими заскоками, с какими перекосами, и насколько все это будет прогнозируемо. Мы с вами не знаем. Кадровая политика в России – это черный ящик. Кого достанешь? Непонятно, то ли там оно пустой, то ли там есть какой-то большой приз. Поэтому мы с вами совершенно точно не можем спрогнозировать, что произойдет, если. То есть что-то может быть понятно, когда будут какие-то произведены назначения. Но пока еще Кадыров, президент Чечни, или как он сейчас там называется, ну, руководитель, давайте скажем так, они все там все по этой самой понапридумывали знаний, званий. Вот поэтому пока он еще там сидит в этом кресле или лежит уже в этом кресле, не знаем, что он там делать. Конечно, состояние у здоровья у меня, например, всегда вызывало большие вопросы, по крайней ментального здоровья. А уж связаны были с его физиологическим состоянием или нет, сказать было сложно. Но ментальный явно, у него был явно серьезный сдвиг по фазе. Из-за чего? Из-за тяжкого состояния, из-за приема каких-то этих наркотически содержащих препаратов? Не знаю. Не знаю. Вы правильно сказали ящик, да? Пусть они в этом ящике скорее пожрут друг друга. Геннадий, спасибо. Но это да, банка нужна. Банка для пауков. Банка, да. Геннадий, спасибо. Тару, меняем тару. Да, спасибо, что присоединились к нашему эфиру за ваши комментарии. Рады будем видеть вас снова. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, был на связи со студией Фридом. Ссылка в описании.